Священник Эндрю Лаут Что Вы думаете о употреблении религиозных терминов в христианском богословии и у неоплатоников? Видите ли, главным предметом моего изучения последние 40 лет было развитие философской мысли в поздней античности и одновременно христианской мысли в поздней античности. Чем больше я думаю об этом, тем больше мне кажется, что правильно смотреть на это таким образом. В поздней античности и христиане, и язычники реагировали на одни и те же изменения в обществе. Они слушали друг друга и спорили друг с другом. Так что речь идет не о влиянии неоплатонизма на христианство или наоборот. Речь идет о людях, которые принадлежали одному миру мыслей, миру одних и тех же вопросов. И поскольку они обсуждали одни и те же вопросы, они часто реагировали похожим образом. Например, если рассматривать 4 век, то можно увидеть, что тогда существовала такая идея, что если мы вообще хотим что-то понять, то вера является необходимым шагом. Являешься ли ты язычником или христианином, тебе необходимо сделать некий шаг, который нельзя свести к простому рационализму. Не сделав этого шага, мы никогда не сможем углубиться в нашем понимании. Некоторые считают, что это свидетельство христианского влияния на неоплатонизм. Сомневаюсь. Мне кажется, что это скорее ответ на общие проблемы, с которыми они сталкиваются. И, конечно, то же самое происходит в нашей жизни. Мне кажется, что связь, скажем, между экзистенциализмом или феноменологией, или германифтической философией и христианством, скорее объясняется не влиянием, а тем, что мы принадлежим к миру, который волнует одни и те же вопросы. Мы слушаем, что говорят другие люди, и находим лучшие способы, чтобы выразить то, что мы сами хотим сказать. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.